привет друзья с вами санчес и канал time saver в этом видео я расскажу вам об особенностях работы с зарубежными заказчиками сейчас что вообще изменилось и на эту тему мне есть что рассказать так как я 15 лет уже работаю как фрилансер и как правило как раз таки зарубежными заказчиками начнем с не очень приятных новостей black magic design зачем-то убрали русский язык сайта при этом он то появляется то исчезает вот смотрите сейчас он есть но при этом если нажать на эту иконочку то русская версия сайта не открывается при этом никаких официальных заявлений они не делали и более того я сейчас прохожу тренерские семинары общаюсь с иностранными коллегами и никакого негатива никакой политики и предвзятого отношения я не замечаю также по поводу возможной блокировки серийных номеров davinci resolve я тут в комментариях видел такие значит страхи у людей не бойтесь друзья такого не произойдет по одной простой причине даже если бы black magic design захотели это сделать система лицензирования работает здесь совсем по-другому не так как например у того же adobe где аккаунт привязан к стране и можно как-то отследить в какой стране проживает человек с dynch resolve это не работает поскольку серийные номера продаются в виде физических карточек вместе с видеокамерами эти карточки идут с оборудованием black magic также можно купить эту карточку на сайте и там нет никакой привязки какой-то конкретной стране если уж совсем у вас паранойя вы считаете что вас могут заблокировать вы можете активировать серийный номер davinci через vpn подключиться просто на уровне системы к vpn и активировать серийные номера из другой стороны но у меня лично все работает и никаких уведомлений никаких предупреждений не было и я думаю что здесь все будет хорошо итак идем дальше крупнейшие фриланс биржи upwork и файвер заблокировали российских пользователей причем если upwork дал людям насколько я знаю время до мая чтобы закрыть заказы и вывести деньги файвер сделал все максимально свински и 14 марта заблокировал аккаунты на опорке я не зарегистрирован а вот на файвере я работал и мне пришло вот такое красивое письмецо письмо на английском но основная суть вот это работа вашего аккаунта файвер приостановлено приостановлено то есть как бы не заблокирована но суть не меняется новые заказы нельзя принимать и они вроде как сказали что можно вывести деньги но народ жалуется сейчас что вывод тоже не работает сейчас просто везде паника и возможно эта ситуация разрешится в ближайшее время при этом мне написали напрямую два заказчика файвера сказали что они готовы работать напрямую и соответственно деньги переводить в данной ситуации можно используя криптовалюту об этом я расскажу чуть позже теперь поговорим про фотобанки или микростоки так как я зарегистрирован почти на всех этих микростоках и довольно давно уже больше 10 лет с ними работаю расскажу что сейчас происходит в этой сфере адоб как мы знаем прекратила продажи лицензии в россии в но при этом никто не мешает вам сменить страну при покупке лицензии и купить ее единственно что понадобится карточка union pay который скоро все банки выпустят но сейчас говорим про стоки у адоба есть свой сток и он очень хорошо работает приносит прибыль и он действительно очень популярный я бы даже на первое место его поставил и адоб сток никуда не уходил он продолжает работать с авторами из россии продолжает выплачивать авторские начисления второй по объему продаж шаттер сток точно также производит выплаты единственное сейчас они подвисли народ нервничает понятное дело но шаттер никаких официальных заявлений не делал точно также поэтому я думаю что все будет нормально они все будут выводить третий по прибыли сток pont 5 точно также работает все в порядке дальше у нас идет основной сайт где можно продавать шаблоны там темплейты какие-то макросы для davinci для того же можно продавать здесь титры шаблоны и эффекты это invata market он же видео хайв пока что invata никого не блокировал и я так понимаю что вроде как не собирается но все может поменяться сами понимаете любой момент все может измениться санвата можно выводить на пайонир соответственно пока эта схема рабочая а и сток и дети имиджес тоже работают при этом а и сток прислали мне отдельное письмо где написали что они никого не собираются блокировать по национальному признаку и в общем все продолжает работать но основная проблема при работе с зарубежными заказчиками это вывод денег поэтому идем дальше рассказываю что происходит в этой сфере для того чтобы выводить деньги с фриланс бирж микростоков а также принимать платежи от зарубежных заказчиков есть три основных сервиса это paypal скрилл и пэнер paypal заблокировали работу с российскими пользователями скрилл заблокировал вывод денег а пэнер продолжает работать с paypal конечно грустненько да они действительно сказали что с 18 марта заблокируют счета но при этом я думаю будет возможность открыть paypal не из россии и продолжать им пользоваться если вас эта тема интересует пишите в комментариях по мере развития ситуации я сделаю об этом отдельное видео скрилл скрилл заблокировали вывод средств при этом они сделали это буквально вот на днях потому что еще дней 5 я выводил с деньги со скрилла на тиньков и все замечательно доходило сейчас они заблокировали вывод но при этом есть возможность на скрилле покупать и переводить криптовалюту об этом я расскажу чуть позже и этот способ на самом деле отличный пэнер продолжает выводить деньги единственное что они сказали поменять санкционные банки типа сбера и втб на банки на которые санкции не наложены ну и как я обещал про криптовалюту я вам настоятельно советую изучать эту тему и развиваться в ней поскольку за криптовалютами в любом случае будущее в какой бы стране вы не находились это не реклама биржи байнер просто я привожу биржу байнерс как пример это самая крупная биржа и она не находится в юрисдикции сша или европейской страны насколько я знаю биржа байнерс находится в юрисдикции арбитражного суда гонконга и сел байнерс чемпенджао отдельно говорил на эту тему что он никого байнерс не собирается блокировать по национальному признаку поскольку это противоречит самому вообще принципу самой идеи криптовалют естественно вы можете использовать не обязательно централизованную биржу можете использовать дефай биржу для покупки и продажи криптовалют а также холодные кошельки но эта тема достаточно сложная рекомендую начинать все-таки с какой-то крупной бирже никаких промо кодов и ссылок реферальных у меня здесь не будет поскольку это и как я уже сказал не реклама работает схема очень просто вы заводите на бирже аккаунт даже можете не пополнять его если вы принимаете деньги там есть опция в настройках когда у вас уже будет свой аккаунт будет опция пополнить и там можно пополнять в криптовалютах свой счет и когда вы открываете топство там будет указан адрес в этот адрес копируете отправляете человеку который вам перечисляет криптовалюту он соответственно со своей бирже на этот адрес и и отправляет а у вас эта криптовалюта появляется в своем аккаунте и после этого вы можете вывести ее на карточку если же вам нужно отправить кому-то криптовалюту, то после того, как вы завели аккаунт, вы покупаете криптовалюту. Здесь есть пополнение с карты или P2P. P2P более рискованная схема, но зато практически без комиссии. Это схема, когда вы переводите на карточку просто какому-то физическому лицу, а он, соответственно, вам переводит криптовалюту. Какую именно криптовалюту использовать, уже решайте сами. Я считаю, что наиболее безопасный вариант это биткоин, поскольку это по сути единственная настоящая децентрализованная криптовалюта. А также можно использовать стейблкоин, который называется DAI. DAI это стейблкоин, то есть это криптовалюта, которая привязана к курсу доллара. Но при этом именно стейблкоин DAI он децентрализованный и его невозможно удаленно заблокировать, как, например, могут сделать с USDC или с USDT. Поэтому все прошаренные крипто энтузиасты используют сейчас DAI. А в качестве сети, так называемый блокчейн, в котором эта криптовалюта хранится, можно использовать родную сеть для этого DAI. Это эфириум, но тогда у вас будут дорогие комиссии на перевод. Я считаю, что вполне безопасно пользоваться сетью Binance Smart Chain. Здесь небольшие комиссии и эта сеть работает очень быстро. То есть вы заводите свой счет на бирже и договариваетесь, например, переводить деньги другому человеку в DAI, используя сеть Binance Smart Chain. После того, как вы криптовалюту перевели или получили, на бирже ее не храните. Выводите ее либо на программный кошелек, либо на холодный кошелек. Опять же, это все дело так в двух словах не объяснишь. Если вам интересно, пишите комментарии, я запишу отдельно подробный ролик на эту тему. Ну и в целом, друзья, возвращаясь к видеопродакшену, что я хочу сказать. Видеопродакшен никуда не исчезнет. Специалисты в этой сфере всегда будут востребованы, в какой бы стране они ни находились. И сейчас не стоит опускать руки, поддаваться панике. И продолжайте делать свою работу, развивайтесь, инвестируйте прежде всего в себя и свое образование. Изучайте что-то новое, прокачивайте свои скиллы. А я буду стараться вам в этом помогать. На моем канале уже более 100 бесплатных уроков по DaVinci Resolve, по композитингу, моушн-графике и цветокоррекции. И также есть бесплатный курс по DaVinci Resolve Fusion, который позволит вам начать работать с этой программой, делать в ней моушн-графику. Заходите, регистрируйтесь, курс бесплатный, ссылки в описании. Также у меня есть Patreon и Boosty, где я выкладываю более продвинутые уроки. Превьюшки этих уроков можно также посмотреть на сайте. Ссылки тоже в описании. Большое спасибо всем, кто поддерживает канал на Patreon, Boosty и ВКонтакте. Особенно в это нелегкое время. Пишите, друзья, в комментариях, какие уроки вы хотите видеть по DaVinci Fusion и вообще по видеопродакшену. YouTube пока работает, пока его не заблокировали, но все равно на всякий случай подпишитесь на телеграм-канал, ссылочка тоже в описании. С вами был Санчес и канал TimeSaver. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!